В Москве сразу несколько человек попали в больницу. Они отравили шаурмой. Все они купили фастфуд в одной палатке. Теперь им предстоит длительное лечение от сальмонеллеза. Фашированными лепёшками сейчас торгуют чуть ли не на каждом углу. А вот как и из чего их готовят, никто особенно не задумывается. На что стоит обратить внимание, чтобы потом не было мучительно больно, расскажет Дмитрий Блиников. В прошлом году этот киоск шаурмой уже требовали закрыть. На ролике, который снял покупатель, продавец режет мясо грязными руками. Павильон продолжал работать, пока шаурмой не отравились шесть человек. Высокая температура, рвота. Все оказались в инфекционном отделении. У всех заболевших выделен единый возбудитель. Это сальмонелла. Сейчас устанавливается непосредственно, кто владелец. Он начал деятельность без уведомления о своей деятельности. Киоск закрыли, но те, что по соседству, по-прежнему работают. А курица в лалаше остается самым популярным столичным фастфудом. И очень опасным. Есть документы? Вообще нет ничего. Вы закончили, надо про ответить. Рейд по столичным павильонам. И почти в каждом нарушение. У продавца с красноречивой надписью на футболке не оказалось разрешения на работу. Вот ты забил нас. Не знал продавец, что нужно носить фарту, а волосы прятать под колпак. Здесь тоже готовят без перчаток. Медицинская книжка есть? Медицинская книжка. В этих грязных ведрах хранили помидоры. Майонез и соленья прямо на солнце. И, похоже, давно прокисли. Нельзя хранить на открытом пространстве. Правильно? Ложка никогда не должна находиться в чашке. Это всё должно храниться в холодильнике. Чем пахнет эта курица, понять невозможно. Но люди покупают. У нас нет времени, чтобы сесть нормально, пообедать, позавтракать, поужинать. И, конечно же, здесь, когда люди бегут из метро, они хватает, они не понимают, что они вообще употребляют. Евгений Калашников после того, как сам отравился, открыл интернет-сайт. Теперь обходит киоски, пробует шаурму и выкладывает видео. Делится впечатлениями. Мясо иногда бывает очень пересоленным. Тогда это явно признак того, что оно уже очень долго лежит. Овощи тоже могут быть либо свежие-несвежие. Это тоже очень чувствуется в тот момент, когда кусаешь, ешь их, жуёшь. Они чувствуются, что уже стояли какое-то время. Евгений утверждает, что качественную шаурму в столице можно купить всего в нескольких местах. Чтобы избежать отравления, советуют всегда принюхиваться и приглядываться. При возникновении подозрений просто не есть. А ещё лучше перекусывать дома. Дмитрий Блинков, Валерий Купри, Станислав Халитов и Полина Шевченко. Вести. Субтитры создавал DimaTorzok